Добрый день, уважаемые коллеги! Напомню, меня зовут Сергей Уреско. Как и обещал, я продолжаю обзор всех самых сложных, самых нетривиальных вопросов, связанных с корпоративным правом. Сегодня мой обзор посвящен ответу Центрального банка по вопросу применения пункта 8.3 решения о выпуске ценных бумаг. По традиции расскажу предысторию вопроса. Ежегодно мы регистрируем сотни выпусков ценных бумаг по всей России. И, к сожалению, столкнулись с тем, что правоприменительная практика от разных отделений, от разных подразделений в разных регионах службы Центрального банка по регистрации выпусков ценных бумаг, они различны. В некоторых регионах при заполнении эмиссионных документов, а именно решении о выпуске ценных бумаг, нашим специалистам в качестве необходимости устранения замечаний несколько раз были высланы следующие замечания. В замечаниях было сказано, что в случае, если ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются с преимущественным правом размещения ценных бумаг, то размещение ценных бумаг дополнительного выпуска в рамках реализации преимущественного права также является одним из этапов размещения ценных бумаг, предусмотренный в пункте 8.3 решения выпуска ценных бумаг. При этом в большинстве регионов нам такое замечание не делали, и в случае, если мы указывали, что реализация преимущественного права при закрытой подписке не является дополнительным этапом размещения ценных бумаг, то такое решение выпуска у нас чаще всего регистрировалось. Я не буду комментировать, почему сложилась такая практика, почему в разных региональных отделениях смотрят по-разному на эту ситуацию. Моя задача была этот вопрос урегулировать и получить окончательный ответ на эту тему. Поэтому мы инициировали запрос в центральный банк, в центральный аппарат, и получили разъяснение. Соответственно, сейчас можем сказать, что центральный банк расставил точки над «и», и теперь, руководствуясь разъяснениями центрального банка, мы с вами сможем отстаивать свою позицию в региональных отделениях, то есть в каждом регионе. Что же нам ответил центральный банк? Центральный банк нам ответил, что размещение ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права не является дополнительным этапом размещения ценных бумаг в том смысле, в котором он указан в пункте 8.3 решения выпуска ценных бумаг. Тем самым мы понимаем, что теперь указание на то, что размещение ценных бумаг по преимущественному праву не является дополнительным этапом размещения ценных бумаг, и тем самым, если мы будем в решении выпуска указывать именно на это обстоятельство, то с высокой степенью вероятности мы сможем отстоять свое законное право на регистрацию такого дополнительного выпуска ценных бумаг. Коллеги, я думаю, вам будет полезно данное разъяснение. В случае, если у вас будут возникать вопросы с вашими региональными отделениями, вы можете обращаться, мы вам предоставим копию данного ответа. Но в целом, заполняя такой документ, как решение о выпуске ценных бумаг, и профессиональные консультанты, и юристы, и, собственно говоря, сотрудники предприятия, я думаю, теперь смогут, руководствуясь данными разъяснениями, правильно и корректно заполнить решение о выпуске ценных бумаг и приблизить свою компанию к заветной регистрации выпуска ценных бумаг. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Ульевский. Субтитры создавал DimaTorzok